Итак, друзья, стейк наш готов, порезан. И сейчас будем открывать медведя. Как раз он прям в лесную тему вписывается, этот соус. Не, не отбивается как с пива-то. Чик, отбили. Ну и все. А, тут даже доза-три есть. Здесь схват у вас хороший, можете прям вместе с этим открыть. Чем он там залит. Запашина офигительный. Офигительный. Так, надо его сначала потрясти, как в общем-то все соусы. Натрястем медведя и польем. Дозатор снимать не будем. Раз он есть, пусть он будет. А мы будем быстро. Если он не хочет наиваться, придется дозатор все-таки снять. Снимается он легко. Там все густенько прям. Сейчас покажу, сколько налил на кусок. Думаю, нормально. Тут у меня еще где-то хлеб есть. Надо его тоже взять. С хлебушком. Оно сытнее. Ну, все это дело гораздо сытнее. Так что, друзья, приятного аппетита вам и мне. О, какую я лепеху положил. Думаю, нормально. Вроде как он считается прям офигенно острый. То есть я не просто его купил. Да, я выбирал. Ну, как обычно. Ну, как обычно. Офигенно. Офигенно, друзья. Вкусно. Острота прям такая то, что нужно. Я не скажу, что он сверх острый какой-то. Нет. Хотя, наверное, если ложку какого-то запигарить, может быть, да. Может быть. Красотища. Что там у меня ходит такое? Это кернет здоровый, хорошо? Ну, же зай. Может, они меня смыкают, чтобы я ушел. А второй пойдет и спиздит. Ну и стейк. Да, блять, вам стыжа. Вилка, кстати, острая. Можно насадить. Какую-нибудь баринку. Какую-нибудь баринку. Рекомендую любителям острова. Александру Белову отдельный огромный из Гуччи привет. Ну, Александр его не почувствует. Ему надо что-то более такое. Ммм. Еще момент. Чисто для себя прям. Но я бы это учуял. То есть, если в начале я не почувствовал. Блин, вкусно пахнет. Нету вот этого ебучего, как вы называете? Блин, забыл. Ну, чем эти все табаски пахнут? Блин, здесь прям по красоте все. Уксуса, во! Вспомнил. Уксуса нету. Ну что, надо попробовать его залпом фигануть по традиции. Там череброс. Потому что, если в составе содержится алкоголь, там у них малый один, он все время прям пару глоточков делает. Сейчас я посмотрю, что там у нас со временем. О! Отлично! Причаститься успею. Итак. Будет видно, что этот ютуб? Хотя я это, наверное, вообще не буду всегда. Попробуем. Как раз скажу вам, как он чистоганом. Ну, глоточек сделаю, много не буду, потому что все-таки он острый. А молока у меня здесь нету. Я тут буду, блядь, помирать ходить. Вот, отличный вообще. Я не знаю, мне прям очень зашел. Классный. Острый, ну, блин. Хеллбой острее. Люцифер еще острее, конечно. Но, я рад, что купил. И, кстати, он дешево стоил. Я его где-то нашел с большой скидкой. То ли на зоне, то ли на вайбере. До 1000 рублей я его взял там что-то. 808 ищет. То есть, стандартная 150 миллилитров. Ну, 148 грамм. Ну, 148 грамм. Горящий медведь они привели вот. Бернинберг. 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 Советую. Или начинающим. Чилихедом тоже можно такое. Если вы уже с каким-нибудь хабанером вообще на «ты». И думаете, что бы такое взять с Каролиной и набоитесь. Вот. Отличный вариант. Дешево и вкусно. И есть у меня еще один ингредиент. Это у нас застолье. Ну, какое, блин, застолье может быть без вот этого. Это у нас сицилийское вино. Неродиавол. Неродиавола. Какой язык там у них в Сицилии? Хрен знает. Ну, короче, мне кажется, что это переводится как «черный дьявол». Ну, возможно, я не прав. Вот. Помните, да? Если в лесу штопора у вас нет, то у меня его нет. Как открывать вино без штопора? Ну, я снимал видео. Если кто не смотрел, не помнит, там, забыл. Показываю. Как открывать без штопора. Просто не покупайте вино с пробками. Вот. Есть вина и без пробок, и они вкусные, и дешевые. Обалденно. Ладно, потом второй стейк сделаю. Чуть не от помидоры убегаю. Быстро, в принципе, приготовился. Я думаю, что да, не поднимаю. Но все-каком. Это просто классно. Буду проще сразу бывает. Быстро, быстро. Быстро, быстро. Быстро в''индону об quatreмоте. Похожевых. Хочешь, если у вас. Время. Ухо. Ухо. Встречет. Но Пуху-无-вторых, ахажевые. Вы Arri conserve. Продолжение следует...